здравствуйте товарищ меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп а сейчас реагирую на песню hold on tight который выпустила группа эспо это не какой-то там камбэк это песни саундтрек как фильму тетрис который только что появился в принципе на всех цифровых площадках которые доступны нашей стране на самом деле разумеется на пиратских площадках потому что у нас apple tv plus сейчас не работает тем не менее на самом деле это кино появилась на плюс и я этого фильма ждал с большим нетерпением потому что медик интересен тетрис я обожаю эту игру в принципе играю в него постоянно у меня вот видите есть даже такая вполне себе лицензионная официальная копия она немножко потрепана тем не менее этой игры для приставки nintendo entertainment system говорил так вот картридж такой вот он чудесный замечательный она потрепана слегонца сверху оторвана штука потому что какой-то дебил из службы доставки который эту игрушку пересылал он умудрился вверх оторвать почитать что это мусор бывают такие люди неважно в общем пара моментов которые хочется сказать про эту песню про эту про эту игру и про этот фильм в принципе во-первых важный момент этой песни я в саундтреке тетриса не встретил я посмотрел в фильме до 2 часа примерно вместе с титрами не встретил ни в фильме не встретил ни в титрах на что надеялся есть подозрение и более того даже в конце фильма когда вот идут титры длиннее длиннее огромные там где список композиций которые фильме использованы и там не было этой песни она там не упомянута от слова вообще при этом на официальном саундтреке если геймит в apple music смотреть эта песня имеется то есть скорее всего это один из тех случаев когда песню написали но фильм куда вставить не придумали или просто попытались воспользоваться популярностью группы с по чтобы фильм по тетрису немножечко раскрутить это первый момент поэтому если будет смотреть тетрис не не ждите эту песню там ждите похожее звучание потому что очевидно сколько я знаю здесь как минимум коробушка использована тире коробейники песни а может быть и калинка вот а в общем не ждите этого момента или я где-то пропустил такое теоретически могло быть где-нибудь возможно играла на фоне а я не встретил а там много чего встретил но не эту вещь это раз вторая вещь фильм который я посмотрел который тетрис да от apple tv плюс сказочное дерьмо я сразу вам скажу если вы ждете от него какой-то маломальской реалистичности просто забудьте забейте это чудовищно развеситая клюква невероятно развеситая клюква из фильма могла получиться очень классная история там борьбы за права за тетрис и о создании тетриса про создание тетриса там вот на три с половиной копейки то первая история создания тетриса от от и до практически это жуткое дело история того как тетрис попал за рубеж как собственно говоря за него боролись она более-менее правдиво передано но создатели фильма поскольку они очевидно не очень любят советский союз и вообще видимо россию я понятия не имею советский союз особенно они нагнали чудовищные клюквы там откуда-то появилась злобная кгб там всех постоянно избивают какие-то блин погони на машинах там такая сказочная хине вы не представляете то есть там все штампы про советский союз про россию которую только можно придумать они все собраны в этом замечательном фильме я местами просто орал голос от восторга не в хорошем смысле а в плохом это с другой стороны это фильм настолько плохой что даже стоит посмотреть чтобы поржать главное главное ни в коем случае не ведитесь на это дело и не думать что там что-то что там что-то всерьез показано правдиво там многие моменты перебранные потому что не имело смысла грубо говоря растягивать какие-то вещи да по времени можно было спрессовать это логично это разумно а некоторые просто захотелось показать злобных русских вот и все но это принципе голливуде норма последнее время особенно да и 80 90 это было постоянно постоянно в кино показа злобных русских там случае злобные русские супер злобные особенно некоторые некоторые просто тупые некоторые постоянно мрачные хотя создатель игры алексей пожитного в принципе видно по всем интервью прочим жизнеразный человек в сельском союзе он был жизнеразным человеком но здесь он показан просто супер мрачным чуваком он практически не улыбается это какое-то кошмарное или жуткое дело поскольку я жил в сельском союзе я примерно знаю как как обстояли дела, и немножко не так, как это есть, как показано в этом фильме замечательно. Ну да ладно, я отклоняюсь от темы, опять же. В общем, имейте в виду, это полный бред. Вот здесь я поставлю ссылку на замечательный документальный фильм американского ютубера Gaming Historian, который примерно за час рассказывает историю создания Тетриса, опять же, вот той самой Бабли за права, как капиталисты сражались, ну не сражались, переговаривались с, собственно говоря, Советским Союзом, успешно переговаривались, на самом деле, всякие там хитрости в контрактах, прочее, прочее. Это все частично есть в фильме, но этого мало, больше вот именно этой дряни, еще какой-то тупой семейной драмы, которая на ровном месте взялась. Вот. Господи, там даже агент ШКГБ появился так тупо. Ну да ладно. Это отдельный разговор. Кому будет очень-очень интересно, можете потом зайти на КГ-портал, я в ближайшем подкасте, скорее всего, буду это кино обсуждать, и буду очень много материться, орать и, в общем, орать в ужасе. Вот здесь, еще раз повторюсь, где-то будет ссылка на фильм этого самого Gaming Historian. За час он рассказал про историю создания игры, про саму игру, про всех действующих лиц, грамотно, без передергиваний, очень классно, очень интересно, и гораздо более интересное документальное, можно сказать, кино, чем вот эта дрянь. Вот, ладно, давайте, на самом деле, переходить к реации на это, и важный еще момент, опять же, у этой песни нет клипа, видеоклипа. Максимум, что появилось, это visualizer, так называемый визуализатор, который на официальном сайте Эспо появился. 31 марта, по-моему, даже 30-го вышла эта песня, 1 марта, апреля, по-моему, она появилась на сайте в виде такого визуализатора. Я, разумеется, этого ничего особенного не получу, там будет, насколько я понимаю, блоки какие-то падать, и девушки красивые из этого будут стоять. Вот, так что я обычно не реагирую на песни без клипов, но тут отдельный случай, просто уж больно я хотел, уж больно я люблю Тетрис, и я не могу на это не отреагировать. Ладно, товарищи, перед началом реакции я вас попрошу поставить лайк, может быть, подписаться на мой канал, может быть, нет, как хотите. Главное, не смотрите фильм Тетрис, или смотрите, но поржать, исключительно не воспринимайте его за чистую монету, это самое главное. И я скажу большое спасибо людям, которые меня поддерживают на Бусти. Бусти Т.О. Сложь, сложь. Сылаешься Судаков. Это Шура, Илья Просин, Горш и Фатима. Ну что ж, давайте послушаем эту замечательную песню, которую написал продюсер, композитор. Я забыл как, я потом посмотрю данные и скажу вам точно. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Угу. Собственно говоря, вот на фоне еще сыграет мелодия, которая коробушка-коробейники парусы называют. Песня, если посмотреть текст, она как бы про любовь, но они, в принципе, умудрили вставить какие-то отсылки к этому, все это нормально. Мне нравится электронная составляющая этой песни пока что. И тема из коробушки, она прослеживается опять же. Я не могу не улыбаться, потому что очень классно слышать русскую народную песню, исполняемую фактически корейской группой Эспо. Внезапно ощущение, как будто это бридж какой-то. Тут хорошие синтезаторы очень грамотно играют. Они тут не могли, не могли без них обойтись, они совершенно в кассу. Нет, оригинальная тема. Все пробивается, пробивается. В принципе, хорошо сочетается это электронная музыка, народная, русско-народная песня и голоса корейских поп-звезд. Я в авторах также видел Ивана Ларионова, который автор как раз «Калинки». Я здесь, честно говоря, не заметил «Калинки» от слова вообще. Может быть, я что-то недопонял. Может быть, они отдаленно похожи, конечно, с «Коробушкой», но это не одна песня, мягко говоря. Видимо, в какой-то момент я просто немножко пропустил. А так вот, да, «Коробейники»-Коробушка, просто ее по-разному называют, несколько у нее вариантов. Она вот именно «Оно». Песня хорошая, песня классная. Я, честно говоря, возможно, даже добавлю себе плейлист, просто потому что оригинальную «Коробушку» мне она не столько интересна. Мелодия с «Тетрисом» слишком 8-битная, и я к ней столько привык, что я ее слушать прямо вот в плейлисте не могу. Я ее и так могу слушать, когда я там, условно говоря, играю в некоторой версии «Тетриса». Не во все, конечно. А вот этот хинтвейвовский электронный вариант мне вполне себе симпатичен. Правда, на саундтреке этому фильму есть еще песня, которая называется... Не песня, а точнее музыка. «Benevolence». Радушие, по-моему, да? Как-то так это переводится. И это тоже композитор написал, но это без вокала, это фактически полностью электронная версия вот этой вещи на самом деле. Вот серьезно, откуда там Иван Ларионов взялся? Даже мне интересно стало. Я, может, что-то путаю. И Иван Ларионов Коробушка. Конечно, он к ней не имеет никакого отношения. Он имеет отношение к калинке. Почему здесь... Ну, ладно, неважно. Я же и не путаю калинку ни с чем, правильно? «Малинка моя в саду ягоды, малинка, малинка моя». Может, какой-то там припев, который здесь использовался, куплетик. Блин, если пойду калинку смотреть, слушать. «Калинка». Давайте послушаем. Да нет, почему калинка караоке? Господи боже, право, уж какой. Это вот калинка. «Угу, угу, угу. А вот коробушка. Ну, коробейник и коробушка». вот это оно я не понимаю при чем здесь это ладно давайте для второго прослушивания я все равно еще послушаю я сделаю такую вещь я возьму и немножечко самую малость самую чуть-чуть поиграю в тетурису прям натурально поиграю в тетрис у меня были технические сложности но я их вроде преодолел поэтому сейчас смогу одновременно послушать песню вот эту самую hold on tight и еще и поиграю в тетрис в эту самую версию тетриса которую повторюсь я не знаю просто записалась не записалась в общем вот это вот эту версию тетриса используют при чемпионатах мира по тетрису не активно играют она очень классная я ее обожаю давайте поехали поехали если я буду улажать страшно не обращать внимание не удивляйтесь не ругайте скорость тут всего лишь 9 для человек который первый раз это говорит тетрис это очень много для человека который в принципе играет дофига это нормально это мало для людей которые участвуют в чемпионатах мира это вообще не скорость вообще не скорость тут хороший момент был только что в самой песне в hold on tight когда они включили вообще какую-то электронику вот здесь прорывается коробейники разумеется они не могут не прорываться они должны прорываться всю дорогу блин давно я не играл в тетрис ну то есть я не играл грубо говоря там словно говоря месяц какой балдеж английские голоса корейская группа русская народная песня настоящий интернационал серьезно и тетрис это прям желанная абсолютно штука за тетрис дается больше всего очков не пропорционально больше всего очков поэтому все стараются именно так играть как я играю сейчас выстраивая справа такой колодец вот это особенно клёвый момент который такой как бы прихорус прям нравится нет момент серьезным сейчас у меня не очень хорошо дела обстоят потому что у меня имеется так называемая засуха засухает когда вам перестают напрочь падать и не вовремя в общем я играю сейчас мягко говоря не очень хорошо но возможно не сдохну хотя бы до конца песни да не сдохну скорее всего ура вот так иногда я коротаю свое время когда мне нечем заняться мне очень хочется поиграть тетрис условно говоря тоже клевый момент когда они лала поют ну серьезно нет суда может я даже немножечко успею очистить поле игровое очень сейчас принимал по ходу дела игры по ходу игры точнее абсолютно неправильные решения но я сделал что я выжил до конца песни так чтобы мечтать что я победил правильно все в общем песня хорошее я добавлю ее повторю свой плейлист скорее всего я наверное добавлю еще и чисто электронную версию самую про которую упоминал раньше которая benevolence так не нашел калинку пишите комментарии с какой секунды блин это калинка звучит в этой песне почему-то видимо я так привык просто коробейником коробушки что калинку служение не отслеживаю вот как-то так напишите что вы думаете об этой вещи и и жалко что она в кино не играл я бы наверно порадовался это было бы очень классно необычно что по-английски бы звучало во первых большинство людей скорее всего не отсекло бы например возможно не отсекло бы что это корейцы поют те которые не знают с примеру совсем конечно кто знает с по голосам бы узнали но большинство людей бы не отсекло и просто подумали что вот это такая американская песня которая на русский мотив положено это было забавно а большинство американцев скорее всего уверены что почти наверняка знают не знают что это в принципе русская народная песня они просто читают эта тема из тетриса так что как-то так ладно товарищи все спасибо большое за просмотр за прослушивание всего хорошего поставьте лайк подпишитесь играйте тетрис слушайте с слушайте коробушку тире hold on tight и не смотрите фильм тетрис компании apple только если не хотите поржать и похвататься и себе лицо поисполными отбить все всем спасибо всем пока благодарю благодарю людей которые поддерживают на бусте спасибо за просмотр!